Татнефть-Арена представляет. 10 февраля. Встречай день влюбленных. Биглав шоу. Куриный гуляш. Горячее достается не каждому. Одни и те же порции. Одни школьники едят с пылу жару, а другим остывшие блюда. Все потому, что всем накрывают в одно и то же время. А уроки заканчиваются по-разному. В Роспотребнадзоре предлагают решение этой проблемы. Изменение учебного расписания в пользу увеличения времени перемен, реконструкции и дооснащения ряда школьных столовых. Сегодня мы очень часто говорим о нарушении технологии приготовления питания. Не столько о качестве продукта, хотя этот вопрос также находится на контроле у президента республики. В поле зрения ведомства продукты питания. Многочисленные проверки показали, что на полках магазинов 7% фальсификата. По данным Роспотребнадзора, овощи обрабатывали пестицидами, но специалисты считают, что это не трагично. В продукции не были ни антибиотики, ни радионуклеиды, ни ГМО организмы. В целом, это не сказывается на безопасность пищевой продукции. В этом году мы отмечаем стабильную ситуацию, то есть показатели безопасности и качества на высоком уровне республики Татарстан. Не столь гладко все по заболеваемости. За год в республике выявлено больше 744 тысяч заражений инфекционными и паразитными болезнями. По данным Роспотребнадзора, в топе пневмония, сальмонеллез и коклюш. И это при наличии эффективных вакцин. Другая угроза внешняя. 92% авиарейсов в Татарстан прибывают из эпидемиологически неблагополучных регионов. Роспотребнадзор поделился результатами работы с туристическим бизнесом. Из-за обмана клиентов за год с рынка ушли три турфирмы и один авиаперевозчик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова